привет с вами леонид вандерфото и у меня в гостях артур артур привет привет мы находимся как вы можете понять на бали и сегодня поговорим с артуром о фото пленки о фотографии и о жизни на боли ну что ж артур вопросы к тебе начнем с первого вопроса как давно ты здесь около двух месяцев до 2 месяца будет я продлеваю визу мы сейчас если что для х аналогии у нас почти почти декабрь 22 года вот хорошо это мы поняли теперь давай вернемся обратно к твоему творческому пути значит ты снимаешь и на пленку и на цифру и на телефон я так подозреваю вот расскажи вот с чего начинал на что сейчас больше снимаешь какие у тебя камеры ну и так далее снимаю на пленку начинал снимать на мыльницу minolta их очень много если честно не в ней не планируем 1 а.ф. ну плен мы на самая обычная где-то года два назад я покупал вандерфото потом какое-то время прошло я нашел на улице уронил она разбилась я просто поставил в это время не снимал что фоткал на телефон для себя так и по моему двадцать первом году я купил олимпус вам 10 вот этот я купила тоже вандерфото и начал снимать уже на него более профессионально по что он механически полностью все под моим контролем грубо говоря вот так она цифру ты снимаешь не на цифру нет ну в целом я на нее снимал умею снимать но в основном на пленке вот вот в момент перехода с мыльницы на механику с настройками тебя все получалось все удавалось в целом да все понятно единственное фокусе легко ну потерять ну то есть фокус не промазать промазать да но в целом нормально приноровиться можно то что не всегда хорошо его видно но в целом мне нравится нравится больше чем на мыльнице в олимпусе по моему круг да их надо да 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 круг понятно ну а ты сразу купил вот у тебя стоит мануально да да с адаптером сразу начал нас выдержкой full механик как говорится получается да окей так а по пленкам что вообще больше нравится цвет чб 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 свет мне не очень нравится в основном сейчас здесь покупаю кентмар и инфорт 100 мир тоже сотку да 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 вот сотка его друг тут другого нету кодек 200 чб слушай но вот сейчас по погоде вот как мы сидим вроде сотки маловато если так подумать ну вообще да но сегодня пасмурно просто вы обычно тут очень солнечные дни ну то есть если не успеть там поснимать да ну до 8 до 9 ну там уже 8 слишком много све очень много света утра да да 89 утра я снимал мне пришли прислали сканы пленка была ахуаско и очень много света было у меня экспонометр немного барахлит ну то есть как он работает но во время съемки когда я начинаю долго снимать он начинает пропадать я снимаю грубо говоря как сам понимаю сколько нужно ставить значения и вот там я ну промазал по выдержкам и диафрагме хотя я снимал но я снимал на максимально открыто 18 ну все равно слишком засветленные кадры получили в целом получилось но слишком много света днем тут вообще если солнце ярко светит невозможно снимать и тут редко когда вот я сегодня снимал на инфу инфорт 100 было пасмурно я снимал вулу вату но в целом нормально сотка вполне вполне выполняла свои обязательства скажем так а как ты говоришь пленка местного названия хуаско хуаско это тоже чб да да это чб я просто не спрашивал мне нравится когда контраст на фотографии ну когда не просто классическая черно-белая картинка она когда более темная с черными какими-то элементами красиво получается вот ну а вот эту хуаско я просто честно никогда и не видел я думаю никто и не видел из наших зрителей что-то местных это хэнд мэйд там она за нарисована сто процентов хэдмэйд допустим она вот по качеству не уступает как думаешь элфорду кентмер ну вот таким известным брендом да я думаю нет у меня прояв ну прислали нет я думаю что нет потому что мне прислали сканы с нее и потом мне пришли сканы с инфорт и в целом они не особо отличаются но то есть не могу сказать что есть какие-то явные явные отличия окей а слушай давай поговорим немного про жизни о жизни на бали вот смотри ты сюда приехал вот ты знал здесь кого-то из русских допу или вообще знакомые друзья были у меня были здесь на гну как бы девчонки знакомы но особо мне не было никого я приехал но я давно хотел сюда не до полтора года я подписан был на людей которые здесь долго живут и я просто работал в москве на официальной работе был привязан но не не мог уехать и грубо говоря и и вот я приехал так ты приехал значит и там фактически никого не знаешь как ты начал брать находить здесь съемки я в целом понимаю механику как это делается просто сначала я писал в чат и в балийские телеграмм или чат знакомство что-то там боли чат фотоуслуги все эти чаты писал кого-то находил там потом я начал делать по-другому я начал писать моделям но я писал модель бали модель хэштег выдавал количество людей я писал девчонкам и в целом но можно найти контакт connect какой-то и договориться съемки но сейчас ты ты все что снимал ты снимаешь на бесплатно основе или уже зарабатываешь сейчас пока не зарабатывать сейчас я добиваю вот завтра мне будет съем портфолио скажем так скажем да завтра я мне просто мало фотографий было поэтому нужно немножко сделать чтобы видели за что платить так скажем завтра я завтра я фотку девчонку модель она снималась в этом как называется холостяк девятом холостяк она мне написала вот завтра буду ее снимать и в пятницу девчонку на сфотку и я закрою вопрос творческих съемок потому что уже накладно но я много трачу на сканы на пленку за съемку так как в одной пленке 36 кадров засну я трачу две катушки обычно потому что 36 не всегда получается достаточно снимкам и ракурсов а вот две пленки так хороший такой запас 272 фотография в целом не этого хватает выдать сколько обычно получается вот прям хороших которые если бря настойно если прям достойных но 10-15 на фотографии выходит и 72 10-15 да единственное тут забываю постоянно говорить не знаю почему там же есть несколько способов проявки а то есть все классически проявляют чпек формате да я забываем сказать чтобы они проявляли ну проявили форматив отсканировали да 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 чтобы они отсканировали в этом формате надо будет следующий раз сказать что что-то фотошопе можно делать самым это удобнее от обычно делаешь пост продакшен как ну да да в целом есть он требуется туда могу сделать окей у меня продолжение собственно истории про болит ты говорил про то что есть официальная работа была или есть официальная работа если не секрет кем-то работал я работал в prada такая серьезная контора ну да итальянская компания работал два года сейчас уволился да да но правда работает на территории россии ну как она то есть компания не ушла пока что не ушла очень важно уточнение на ноябрь 22 пока еще существует компания люди работают всем платят зарплату но я уволился потому что уже ну и мы семь восемь месяцев сидели ничего не делали просто приезжали на работу выполняли какие-то минимальные действия а плане делали оплатили по полной на плюс-минус по полной нет или отлично платили правда хорошо правда претензий в общем нет заняться на это прекрасная компания которая хорошо оплачивает труд ну хорошо значит сейчас работать а нет вообще как ты планируешь здесь выживать скажем так ну я планирую на фотографии зарабатывать вот я сейчас добиваю портфолио и планирую здесь зарабатывать на фотографии конкретно исключительно на пленочные так понимаю да исключительно на пленочные ну пока что в данный период времени точно на пленочные кстати у тебя в профиле написано new фотограф или я может это не брали не за я не я не писал да так и есть ну мне больше нравится но мне нравится просто эстетика женского тела и в целом фотография вот не со всеми получается договариваться на какие-то такие фотки но в целом можно найти модель которую можно пофотографировать и которая ничего не чем нюдз именно в чб еще близко все да 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 такое кол комбо классическая пленочный контраст ну а ты как ты пришел вообще к этому жанра скажем фотография а ну может быть там когда у тебя была мыльница ты наверно там стрит снимал да или просто все по улице что-то такое типичное наверное что все фотографируют да мне сейчас целом нравится фотографировать людей но когда они этого не видят ну то есть такие незаметные хорошие кадры получается ну просто наверное пришел к этому из-за того что из-за любви наверное какому-то женской красоте наверное наверное от этого наверно все пошло почему я подписал шапки провели профили ну а какие то есть особенности вот съемки именно нюдзов одну работу в отличие от обычных фотографий да тут наверное просто снарена сама атмосфера и коммуникация то есть коммуникация с моделью ну только в этом все в атмосфере в этом наверное сделала но я немного так таких съемок делал были у меня какие то есть профили в основном что-то в основном что-то в купальниках здесь кто-то кто-то снимает с кем договариваешься но все как-то так скептически относятся потому что не все хотят видеть в ленте вся такие фотографии не все допускают вся в ленте такие фотографии но в целом найти модели вполне тут очень много девчонок моделей но насколько я знаю на боли еще нюдзи них не очень разрешены я даже не думал наверно я просто я думаю есть фотографировать есть фотографировать где-то где нету каких-то священных достопримечательностей ну то есть ты будто бы ну не насмехаешься на чем-то ничего не нарушаешь я думаю если где-то на пляже возле скал что-то такое снимаешь я думаю в этом нет никто-то никто ничего не напишет тебе я знаю что тут были случаи когда туда что-то подобное снимал или просто кто-то фотографировался возле каких-то достопримечательностей или на них и выкладывал в инстаграм болицы и писали если видели и получали много хейта по-моему даже депортировали до кого-то ну да я слышал что такое да депортировали там сняли девушки девушка фотографировалась обнаженная возле какого-то священного дерева и по моему по моему дерево это было и вроде бы депортировали да я вот это тоже слышал но вот здесь на заметку друзья многим кто будет снимать на боли здесь очень много святых мест которых ты не знаешь что они святые потому что здесь храм через каждые пять домов здесь какие цветы деревья через каждые 10 деревьев да и надо действительно прежде чем вы планируете съемку прям вот пройтись там по этой локации можно даже поспрашивать местных ребят которые везде тоже сидят там тусят и спросить можно ли здесь снимать ну именно не у яме виду конечно вот лучше перестраховаться ну и просто если касательно этого жанра в любом случае нужно такое место где-то ну где нету скопления людей в основном храмы или еще что-то там ну всегда есть люди то есть каких-то таких прям в основном все это делают какие-то незаметные где скалы где можно спрятаться где никого нет и это всегда происходит скорее всего ну как я предполагаю мои личные ощущения это всегда снимается утром типа 6 утра 5 6 утра 7 это уже поздно потому что всем я недавно снимал уже очень много света серферы много людей но еще блин нужно знать хорошо пляжа есть куда ехать я динам на ездил на пляж пытался проехать не понял как проехать там не в непонятный был подъезд ага я просто google maps искал какие-то новые локации нашел прикольное помережье но там был пост полиции и я не понял как подъехать туда что меня не пустили то есть еще надо разведать заранее локацию короче говоря вообще тут интересно исследовать остров касаемо локации потому что есть какие-то такие основные локации на которых все снимают черный пляж монтай навай там все фотографируют постоянно ну интересно когда ты исследуешь остров находишь какие-то места которые уже которых еще не снимали но это наверное скорее всего еще туристы до который приезжает сюда на неделю на 2 ну и у них нет времени искать куда поехать да они хотят покупаться там и так далее да то есть они знают что вот пляж а вон здесь приводы в тур зоне почему бы сюда не поехать в этом плане да но просто тут но я видел кого-то из фотографов ребят в основном все фотографируют на популярных локаций ну то есть я не видел прям прям какие-то которые я не знаю локаций в основном они все какие-то там пляжи пляжи как это называется уловато на пляже уловато dreamland и так далее и потом классические пляжи чангу по тайного кстати вот очень год и живешь чингу и почти наверное все кого я знаю живут чингу есть какое-то обоснованное обоснование вот этого выбора конечно так это просто я считаю самый комфортный и удобный вариант то есть если мы берем здесь у будет вот здесь уловато мне час ехать в бут раз ехать в уловато если мне нужно что-то в чангу очень много людей много интересных людей много знакомых много коммуникаций это полезно для нетворкинга ну и тут прикольные люди мне нравится очень много иностранцев австралийцев я познакомился с моделью из норвегии она должна приехать в декабре из малайзии мы должны сделать съемку она кстати согласилась сделать ньют очень сложно конечно так как я плохо знаю язык очень плохо тяжело очень тяжело вести коммуникацию потому что но чувствуется вот этот барьер когда ты не знаешь язык номера там сказать я что-то могу но переварить то что сказали мне очень сложно приходится с переводчиком давать переводчик что писала это вызывает какие-то моменты но это интересно но ты уже начал учить язык сейчас еще не учу сейчас больше просто упор в работу какие-то такие моменты продления визы работа да и все пока да вот сейчас с работой когда начнет потихоньку приходить нужное русло когда я пойму и я буду заниматься английским потому что из из-за того что ты не знаешь английский ты теряешь много но тут в основном у тут очень много иностранцев они них тоже есть деньги они тоже готовы платить а язык это важно то есть ты не сможешь через договориться через переводчик тебя человек нормально не поймет ты нормально не поймет человека ну и будет непонятно что недопонимание я думаю какие-то тоже могут возникать на этом фоне согласен а а что ты можешь рассказать вот про твои так как ты еще два месяца достаточно обжился я думаю все что нужно там нашел купил посмотрел как вообще проходит твой день вот среди среднестатистически если тебя допустим есть съемка и нет съемки два и два дня разных вот примерно сегодня я встал четыре утра собрался нужно было ехать в ул вату дорога в целом с утра нету пробок 50 минут 51 минута вот мне нужно было быть к 6 то я немного заблудился подъеду на подъезде к дримленду потому что было непонятно как заезжать туда я проехал два раза делал круг в целом доехал провел съемку приехал чангу позавтракал приехал домой приехал домой собственно вот сейчас мы сидим с вами общаемся потом 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 мне нужно съездить посмотреть локацию одну недалеко здесь ужин наверное закат вообще обычно от рассвета до заката это происходит то есть жизнь да ну вот я поужинаю съездил построю локацию посмотрю sunset не приеду домой же делать какие-то дела в ноутбуке либо в телефоне а если у тебя выходной день когда я выходной день я ничего не делаю это тоже от рассвета грубо говоря до заката потому что тут очень быстро наступает вот закат проходит уже темно по всем часов уже темно я в крейте долго сижу по выходные ну крейт это что я не знаю как крейт это кафе в чангу популярное кафе его открыла женщина она из австралии 10 и более больше 10 лет крейта это кофейне или это бар на нет это кафе просто кого кофейня там она работает 6 утра что удобно до 4 дня до 16 ага там очень там постоянно много людей очень много людей там постоянно очереди очень много людей не там она интересно сделал там есть 6 длинных столов общие такие люди садятся не принесли заказ вот и там происходит коммуникации русские там с русскими иностранцы иностранцами или русские с иностранцами что-то типа коворкинг это грубо говоря да там можно найти интересных людей знакомства вот еще на вкусный кофе мне нравится в следующий раз она заплатит нам за рекламу но сегодня как бы так пригрели и скажи пожалуйста вот мы поняли что с доходами пока только все начинается но в любом случае расходы они есть вот из какие они очень вот сколько ты платишь ты считаешь вообще свой бюджет да я буду говорить в группе удобно будет миллионах да да так ребят берем калькуляторы у нас значит насколько знаю курс что-то 100 рупий 100 тысяч это это 400 рублей я так считаю примерно вот давай жилье 5 миллионов 5 миллионов а мы сейчас находимся вообще в центре ченгу наверно крайне до ченгу прям до центра ехать минут 10 а до пляжа 15 на фото баланга до 15 у тебя есть что тебя вообще за эти деньги ты получаешь здесь номер кровать за эти деньги получаю ну какие-то элементарные вещи то есть кровать номер бассейн бассейн ну да общий какая-то общая зона на первом этаже холодильник холодильник свой да или общий не общий а кухня есть общая да да общая кухня там плита но какие-то такие моменты мало посуды но в целом мы говорим что покупали что до завтра завтрак ну только сам готовишь не включен не включен нет либо сам готовишь либо едешь куда-то убираются до раз неделю меняют постельное белье уборка уборка по необходимости можно попросить они два раза могут убраться но в целом одного раза вполне достаточно классное белое постельное белье но если сравнивать 5 миллионов это условно там грубо говоря 20 это 200 с чем-то долларов до 250 где-то около 20 тысяч рублей грубо говоря примерно где-то так намного дешевле чем квартира в москве любая причем любая я снимал комнату в москве за 30 а где территориально это было на майковской но это хотя бы центр да вот но если сравнивать но я даже не буду это сравнивать потому что здесь ну ну восток я не знаю во сколько раз здесь мне нравится больше чем москве я люблю москву но но боли мне нравится больше хорошее замечание ребят так какие у тебя еще расходы ну скутер скорее всего на миллион я плачу за скупе это порядка там четыре тысячи четыре чем-то четыре пятьсот рублях да ну и еда еда да как шикуешь экономишь себя по-разному но обычно если так смотреть завтрак ну если ехать в местную куда-то завтракать в кафе это где-то если это что-то простое 100000 если это что-то простое 100000 где-то примерно выходит с напитком с блюдом еще может быть что-то даже получится заказать 110 ну допустим что так на если но вообще вот secret ну где-то 150 150 более-менее нормальным таком цивильном заведении стоит тут просто зависит еще того кто как если что есть я не мясо просто целом помимо не бол и смузи кофе что-то легкое здесь мясо и вообще сложно найти на самом деле теперь походу все его здесь не едят да есть какие-то такие моменты это же у меня друзья едят его вечно но вот мясо я вижу очень редко и там если ты его находишь ты получаешь маленький стейк за 100-150 тысяч вот но проще за эти деньги купить рыбу и все море как говорится окей значит ну еще какие-то отраты есть такие вот знаешь пленки проявки данки проявки на основные траты просто очень много проявляю катушек там по-разному там вот какой где-то мне 60 тысяч берут где-то 50 где-то 70 75 я самый большой за цвету и местная пленка киа ора не слышал даже вот я ее проявлял 75 50 тысяч пленки где-то от 150 тысяч 150 тысяч и выше ну на самом деле это очень дешево это отношение россия тот же кодек кодек два раза дешевле до кода 200 2000 рублей в москве здесь он стоит где-то 900 800 плюс-минус намного дешевле чем в москве до 100 процентов ну осталось только получать доход закрывающий все эти дыры как говорится в основном жилье скутер и завт ну не да и да да это основные такие траты больше наверно на развлечения на только если куда-то ехать на острова ближайшие на это можно тратить деньги но сапинида но много красивых кто-то строк рядом есть условно на исследования дальнейшего мира я пока еще не ездил но сапинида хочу съесть после нового года но кстати виза тоже трата потому что виза надо по 200 долларов там с чем-то продлевать я вот сделал я сделал на полгода и вот мне нужно будет завтра по моему до завтра должны приехать мне уже будет отдать 2 600 2 миллиона 600 за продление визы отвезут потом не напишут когда мне приехать ну биометрию проходить у тебя 222 60 60 виза меня 60 вот я сейчас продлю на 60 и потом еще на 60 раза до 3 раза пусть я влетаю 60 потом 60 еще 60 и того 6 месяцев и надо сдавать биометрию до 2 1 1 1 1 когда ты продлеваешь визу нужно сдавать биометрию потом не нужно они поменяли раньше всегда нужно было сдавать биометрию сейчас только первый раз не суперсложная история раз приехать два месяца терпимо вполне окей давай еще такой момент если какие-то особенности съемки на поле который ты в москве обычно не учитывал ну помимо погода наверное да да погода тут очень так как это пленка механическая еще тут дожди сейчас сезон дождей это раз и тут есть закономерность то есть если в первой половине дня нет дождя он будет во второй сто процентов сколько сколько уже раз было если он был в первой половине дня во второй его скорее всего не будет практически всегда до небо мне сейчас говорит об этом то что во второй половине дня скорее всего будет дождь будет дождь потому что первого его не было и свету то есть если солнечный день нету дождя у меня тут есть ограничение у меня тысячная выдержка снимать где очень много солнца ну просто кадры будут засвечены и ничего не получится поэтому в основном такое грубо говоря у утреннее время днем тоже можно все зависит от локации то есть ты можешь снимать где-то на водопаде где света вообще ну практически не он есть но там джунгли листья и тому не так много как в чангу и чангу все под солнцем где бы ты не снимал но ответственно погода позволяет в любое время плюс-минус делать какие-то съемки потому что пасмурно очень часто не так много сейчас солнца а у тебя были какие-то случаи уже что я раз за дождя съемка отменялась нет не было ни разу я как-то стараюсь назначать там но у меня были съемки там в два и в три дня и как-то так складывалось что погода в эти дни именно в тот момент она была пасмурно везло да да получается до дождя не было но около около дождливая такое было состояние но нужда не было и грубо говоря везет пока понял хорошо смотри вот мы с тобой у нас и съемка на бали которым учитываем святые места погода что-то еще такое есть что надо учесть именно здесь ну наверное особенно наверное расстоян нет логистика тоже на самом деле ну должна логистика потому что если где-то в чангу снимать это один вопрос можно ездить далеко это тоже может сказаться потому что там два часа ехать на байке непонятно что может случиться боя с байком что-то может случиться еще что-то два часа я вот ездил два часа на байке в сторону батура на север смотрел локация наверно в основном свет погода еще есть такой момент но если ты снимаешь где в какие-то джунгли прямо очевидные я вчера остановился там были такие будут бы мини джунгли я зашел там по мостику посмотреть локацию и меня начали писать комары очень сильно числа ну то есть не как необычные комары то есть обычно секунд сам прям неприятно было когда они кусали не очень было неприятно и потом чесалось долго это типа тропические комары целом все нормально но вот какие-то насекомые тут много живности так скажем к подруге недавно кобра на вилу залезло ну то есть тут есть какие-то такие особенности которых нет в москве в основном это погода свет и живность и живность данные вот эти три фактора все ко всему привыкаешь а они были здесь тепло это большой плюс ну что ж я думаю что мы должны подвести какой-то итог нашей беседы скажем если у тебя какие-то желания к людям которые или там все еще сидят в россии да с миш с мешком наперевес такие думают стоит ли вообще ехать куда-то да можно ли выживать за пределами россии да условно вот что-то скажешь по этому поводу что нужно для этого просто желания я считаю что ну во первых не то чтобы желания человек должен чем-то ну то есть он в россии сидит и работает на какой-то официальной работе он должен быть чем-то увлечен параллельно чтобы он мог это как-то монетизировать здесь это первый момент потому что если ехать сюда с какими-то техническими навыками там словно говоря руками что-то делать там электрик грубо говоря то не получится работать потому что по сути тут ну очень сложно там китов нужно получать и какой-то определенный где ты можешь работать именно руками а так тут просто болицы увидят и если болицы видят разойдется и депортирует просто нужно чем-то заниматься параллельно москвы и если если есть такое занятие в целом получается что-то делать то и не были на бали никогда я считаю что каждый человек должен здесь побывать мне просто здесь очень нравится ну то есть получается что у тебя должен быть либо какой-то доход сторонний либо у тебя должен либо ты должен уметь что-то делать так что здесь пригодится ну да потому что можно монетизировать либо должна быть какая-то большая сумма чтобы ты мог тут как-то разве ну чем-то начать увлекаться и вникать в это его жить пока на свои средства которые у тебя были отложены в россии либо ты должен уже приехать и как-то быстро встраиваться в колею и начинать зарабатывать тем чем ты в россии не зарабатывал это интересно такой челлендж когда ты в россии работаешь на официальной работе и приезжаешь сюда и пытаешься перейти в удаленный начать с нуля можно сказать грубо говоря да так так и есть по сути да но и тут есть такой момент есть туда прилетишь и будешь сидеть в гесте приезжать поздно позавтракать сидя в интернете смотреть youtube если не будешь общаться но от этого места тут в основном из-за чего многие едут из-за общения из-за знакомств просто через общение через знакомство находится работа находятся какие-то заказы какие-то проекты и если бы одну если не если не они общаться не знаю но люди здесь идут лучше на контакт дача нет за пределами процента тут все идут я не видел еще человека который бы здесь ничего то есть условно ты можешь кафе подойти там человек сидит вот бьет кофе ты можешь сказать привет и артур давай познакомь поговорим грубо говоря да да диалог он сам по себе завязывается никто не скажет там отвали я занят слышал вообще негатива ни разу сколько здесь не общался ни разу услышал это не может не радовать того что вообще в нашем менталитете обычно этого не было встроено здесь очень приветливая и болицы не нравится они такие добрые очень иностранцы тоже все приветливые классные ребята и все общаются я много с кем общался там из германии из новой зеландии много тут очень много людей из разных стран это конечно удивляет потому что когда ты живешь в россии ты не встречаешь такого большого обилия людей из разных стран со всего мира но на самом деле они есть там они есть просто там тут просто когда все расположены к общению тут иностранцы сами начинают как-то диалог более какая-то дружественная атмосфера здесь миролюбивая да да миролюбивая тут нету это грустных лиц плюс-минус конечно есть наверно кто-то грустный кто грустит но в основном тут все улыбаются приветливые достаточно но это на самом деле здорово я тоже замечаю уже не в первый раз вот так что ребята мы вас ждем вот девчонки пишите артуру по поводу съемок instagram будет приложена в первом комментарии вот ну что я думаю что на этом все давай попрощаемся со всеми пока подписывайтесь на наш инстаграм у нас тут очень много классных интересных фотографий различных лайфхаков а также мы выкладываем stories в которых вы можете поделиться своими фотографиями голосовать за выбор пленки и участвовать различных конкурсов а также вы сами первыми узнаете про наши акции и скидки будет круто присоединяйтесь